Привет, просветители! Я думаю, вы уже заметили, что это не совсем обычный ролик. Интерьер слегка поменялся. Господи, я снова в школе! Как я сюда попал? Несколько недель назад мой друг, работающий в частной школе Бишкека, пригласил меня на день открытых дверей. Скажем им спасибо и дню, и другу. Без них этого бы ролика не было. Я, конечно же, согласился, во-первых, снова попасть в школу, это плюс. На экскурсию. Попасть на экскурсию. Во-вторых, по фоточкам и видео в запрещенной социальной сети я знал, что мне здесь точно понравится. Есть у меня предчувствие, что вам тоже. Изначально думал, просто похожу, пофоткую, поделюсь впечатлениями в Телеграме, что я и сделал. Но уже после экскурсии по одному этажу я понял, одними фотографиями здесь не обойтись. Да и вы в Телеге тут же поддержали мою идею снять видео. Огромное спасибо администрации школы Эрудит, что разрешили мне еще раз прийти в гости и на этот раз взять вас вместе со мной. Я человек достаточно простой. Учился в обычной школе, работал в деревне, потом, правда, перебрался в Москву, но и там техническое оснащение кабинетов не то, чтобы сводило с ума. По работе мне приходилось посещать разные школы и Подмосковье, и столицы, в том числе и частные, но такого интерьера я еще не встречал. Сразу же хочу оговориться. Это не обзор конкретной школы. И уж тем более не реклама. Мне никто не платил. Павел теперь получает деньги не от Госдепа, а от школ Кыргызстана. Для того, чтобы составить полное впечатление об учебном заведении, одних кабинетов, коридоров и столовой недостаточно. Хотя по столовой можно сказать многое. Нужно рассматривать учебный план, обязательно поговорить с учениками, выпускниками и родителями, посмотреть, куда поступают дети из этой школы. У меня же цель другая. Сегодня мне хочется поговорить в принципе о частных школах, об их плюсах и минусах, более-менее объективных. Когда меня спрашивают, а стоит мне учиться до 11 класса, а мне ребенка на семейное обучение забирать? Павел, а частная школа лучше государственной? Обычно я одинаково отвечаю на все эти вопросы. И далеко не всегда это вызывает позитивную реакцию тех, кто спрашивает. Все зависит от конкретного человека. Я бы, например, чувствовал себя на семейном обучении просто замечательно, так как с раннего возраста отлично умел организовывать свой день. То же самое касается и школ. Они все разные. Частная не значит хорошая, а государственная не равно плохая. Поэтому стоит ли вам отдавать своего ребенка в школу три березки, вопрос точно не ко мне. Я ничего ни о вас, ни о березках не знаю. Но вот о том, что отличает большинство частных школ от государственных, поговорить можно. Однажды я провел в размышлениях целый день без еды и целую ночь без сна. Но я ничего не добился. Было бы лучше посвятить то время учению. Это я не о себе. Это вообще Конфуций сказал. С первой частью я согласен. С едой и думать лучше. Ну а если вы давно меня смотрите, то знаете, что делать. Разнообразную вкуснятину круглосуточно заказываем с хорошей скидкой у наших друзей доставки еды Фудбенд. С моим промокодом ОСТАПО Фудбенд скидка будет на все заказы и любые блюда. То есть многократно. Хоть каждый день. Фудбенд сами готовят и сами доставляют по Москве в любое время. Даже ночью. В меню Фудбенд изобилие и вариативность. Все как надо. Вот пицца из печи с разными начинками. Классическая, острая или изысканная в неаполитанском стиле. Если вы или ваши близкие не едите тесто, можно взять роллы с лососем или моепродуктами. Или красивые, модные, а главное сытные покеболы Фудбенд. С рыбой или креветками. Да хоть веганские. А еще в меню много горячих и сытных блюд со сковородки вроде курочки по-пекински. Берите хоть все. Ведь чем больше заказ, тем больше скидка. Сегодня порекомендую вам классику. Пицца Парма Руккола и Пепперони. Вкусно и стильно. Ну или и китайскую кухню. Конфуцию бы, вероятно, понравилось. Кстати, для предпринимателей Фудбенд есть франшиза. Помогут с открытием кафе или доставки с нуля. Или переоборудованием существующего под известный бренд и стандартный Фудбенд. Подробнее ниже в описании. Ну а если просто хотите вкусно поесть прямо сейчас, пишем при заказе Фудбенд промокод Остапов и ловим скидку. Кликай по ссылке ниже и приятного аппетита. Первый и лично для меня главный плюс – небольшое количество учеников в классе. Если вы не работали в школе, вы не представляете, как это важно. Я всего лишь однажды преподавал в классе, где училось 12 человек. И о-май-гад. Вы удивитесь, но с 35 вообще не сравнишь, когда учеников запихивают как селедку в бочке. И, к сожалению, такая проблема есть что в Кыргызстане, что в России. Звонок. В моей школе детям в паре кабинетов приходилось сидеть втроем за одной партой. Мест банально не хватало. Но зато в тесноте да не в обиде. И когда в такой ситуации чиновники начинают рассказывать сказки об индивидуальном подходе, о внимании к проблемам каждого ученика, о траектории успеха… Серьезно? Вы, блин, серьезно? Просто сравните, берем 40 минут и 35 человек в классе и 10 человек. Сколько там минут на каждого получится? Напишите в комментариях. Я просто гуманитарий. Естественно, чем меньше учеников, тем больше шансов, что именно на твои проблемы учитель обратит внимание. Да и поход к доске – это уже не событие. Вау, даже до меня дошла очередь. Впервые за две недели. Учеба – тонкий процесс. И одно постоянно нанизывается на другое. И адекватное количество учеников в классе влияет на очень многое. А уж если мы говорим о детях, которым требуется особое внимание. Это даже не всегда проблемы с учебой. Порой страдают именно высоко мотивированные ученики. Потому что все внимание уделяется двоечнику Сереже. Отличник же и так контрольную напишет. То именно в небольшом классе у таких школьников гораздо больше шансов на успех. Да, это несправедливо. Но давайте смотреть в лицо фактом. Когда говорят, что у всех выпускников одинаковые шансы хорошо сдать экзамены и поступить в ВУЗ – это неправда. Глупо сравнивать ситуации, когда в одном кабинете на подготовке к ЕГЭ сидит 25 человек, а в другом 5. В первом несколько одиннадцатиклассников ни разу сами задания не решили. А во втором каждый – 4 раза. А в третьей школе вообще к экзаменам не готовят. Ну потому что это не наша задача. Или вот сейчас в Москве всех одиннадцатиклассников с февраля будут к ЕГЭ готовить. А остальная Россия – ну, как обычно. Так что нравится нам или нет, но в небольших классах, да и с дополнительными уроками в расписании, у абитуриентов увеличиваются шансы на успех. В подобных классах и у педагога гораздо больше возможностей использовать разные и порой даже экспериментальные методы обучения. Второй объективный плюс – это материально-техническая база. И здесь, как мне кажется, весь этот ролик об этом просто кричит. В школе, где учился я за 4 года изучения химии, нам показали 6 или 7 опытов. В какой-то момент мы с одноклассниками прямо считать начали эти благословенные уроки с опытами. Пальцев двух рук хватило, а лабораторные работы представьте, что вы наливаете. Ммм, навсегда в сердечке. Здесь же каждый второй урок химии – это практика. У меня в Телеграме есть целая рубрика – фоточка, а на ней красоточка. И как же некоторым школьникам повезло. Ну, что на них потолок еще не обвалился. Да, понятно, почему частные школы выглядят так, а обычные в провинции совершенно по-другому. Деньги родители решают. Но, и это большое но, когда мы смотрим на подобные учебные заведения, мы начинаем понимать, что было бы, если бы финансы шли на развитие образования. А куда они идут, вы без меня знаете. Новая мебель, интерактивная доска в каждом классе, студия звукозаписи, кафетерий, шлемы виртуальной реальности. Минутка потрясающих историй. Ко мне класс приходит после физкультуры и заявляет, что у них больше не будет баскетбола, потому что на всю школу у нас два мяча. И первый умер в октябре, второй вот сегодня отправился в мир иной. А денег на покупку нового спортивного инвентаря у школы нет. Финансов не выделили. Понятно, что в частной такой ситуации произойти не может. Нельзя сказать все вопросы губернатору. Родители платят деньги. И вот этот момент влияет на все. Кормить завтраками вряд ли получится. Я не получаю то, что мне нужно. Я забираю своего ребенка и перевожу его в другую школу. Никто просто так тратить большие суммы не будет. Сюда же стоит отнести и несколько другой уровень безопасности. Вырудите, к примеру, более 100 звуковых камер, охрана и специальную систему прохода. А еще вашего ребенка довезут прямо сюда. И дети, которым пришлось на снегу сидеть и на поле школы писать. Чтобы на них обратили внимание сейчас такие. Ну да, ну да. Пошли мы нафиг. Работа психолога и логопеда в громадной школе на полторы тысячи человек – это профанация. Я уже про это неоднократно говорил. Никакой психологической помощи при такой нагрузке педагога ваш ребенок не получит. Это просто физически невозможно. Работа подобных специалистов в частных школах уже гораздо больше похожа на работу с детьми. А не на заполнение бесчисленных табличек и отчетов. Так что это тоже стоит иметь в виду. Дополнительные предметы активности и кружки – все это добро, конечно, может быть и в государственной школе. А может и не быть. Представить же частную без подобных бонусов достаточно сложно. Еще раз. Школа борется за учеников. Если вам нечего предложить, то к вам банально никто не придет. Еще один огромный плюс – родителям никуда не нужно возить ребенка. Все кружки и факультативы уже здесь. Да и голодным школьник не останется. Потому что столовая, кафе – стоит ли говорить, что еда, скорее всего, лучше, чем в обычной школе? Хотя я до сих пор с ностальгией вспоминаю пирожки нашей столовой. Если говорить про особенность школы, в которой мы сейчас находимся, это углубленное изучение английского. В общем, нашим депутатам это вряд ли понравится. Тут вам обязательно и занятия с носителями языка, и подготовка к международным экзаменам, и не по желанию педагога, а прямо в расписании. Теперь, наверное, перейдем к минусам. И вот их уже универсальными назвать нельзя. Здесь все зависит от конкретной школы. Если вы отправляете своего ребенка в частную, с 99% вероятностью все будет дорого-богато. Но будут ли преподаватели самыми лучшими в городе – далеко не факт. Например, когда в моем родном Тучково открыли первую частную школу, работали там наши же учителя. Большинство даже не уволилось со старого места работы. Просто совмещало. Обычная школа, которая напрямую сотрудничает с вузом, вполне может обладать более сильным педагогическим составом. Другое дело, что и частные школы достаточно часто налаживают контакты с вузами. В общем, просто слово «частное» – не гарантия лучших специалистов. Но шанс того, что слабых учителей будут держать просто для галочки, чтобы было, гораздо меньше. Если из обычной школы никто не поступает в топовый вуз, ну что ж. А все равно бесплатно и ближе к дому. Если же частные не показывают никаких результатов, то… А зачем я деньги плачу? Второй момент – отношения учеников. И вот тут уже вообще все зависит от администрации и политики школы. Если ученик чувствует себя королем, мы здесь платим, вы обслуживающий персонал, да вы знаете, кто мой папа. В такой школе и учителя будут меняться со скоростью света, и знаний особо в голове не прибавится. А зачем учиться? У меня деньги. Если же у администрации получается создать атмосферу, в которой и школьники, и родители понимают, что им повезло учиться здесь, и этим шансом надо воспользоваться, ситуация уже совершенно другая. Ну и главный и самый очевидный минус частной школы – это, естественно, цена. Далеко не каждый родитель может позволить себе каждый месяц платить такие суммы. Но это очевидно. Кстати, недавно наткнулся на забавный список минусов частных школ на Яндекс.Дзене. Низкая заинтересованность в результате. Руководство частной школы озабочено зарабатыванием денег, а не высокой миссией дать образование детям. Оно работает на вас именно потому, что вы несете деньги, а не потому, что хочет вам помочь. А вот в государственной школе учитель умывающий учениц в туалете великую миссию выполняет. Дама из Екатеринбурга с Фоменко под мышкой – тоже тот еще миссионер. Даже если частная школа проводит отбор, он может быть формален, если клиент достаточно состоятелен. Поэтому часто среди учеников оказываются брошенные дети богатых родителей со всеми вытекающими проблемами. Тут сложно спорить. Иное дело. Обычная школа под окном. Вот там-то отбор так отбор. Только звездочек берут. Если что, я не отрицаю, что существуют государственные школы с очень строгими вступительными экзаменами. Но особенность ли это государственных школ? Нет. Если руководство ценит клиента больше, чем учителя, вполне возможно, что и педагоги будут относиться к своей работе формально. Слава богу, что учители Смоленска с зарплатой 16 тысяч так к своей работе не относятся. Фух. Можно выдохнуть. Он же понимает, что к нему, что администрация, что родители, что Дмитрий Анатольевич Медведев относятся исключительно уважительно. Еще раз скажу. Судить нужно о каждой конкретной школе. Если вам кто-то безапелляционно заявляет, любая частная лучше государственной, или наоборот, бегите от такого специалиста. А вот если речь идет о том, что школа А лучше школы Б, и вот они, плюсы А, вот здесь уже стоит прислушаться. Надеюсь, вам понравился этот экспериментальный формат. И если это так, обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой телеграм, там вы найдете все новости образования. Отдельное спасибо моим спонсорам на Бусти. Имена этих топовых товарищей вы сейчас видите на экране. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Ну почему я не учился в такой школе?